В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Чемпионат закончился, эмоции и воспоминания остались. О том, как в нашем городе провожали российский мундиаль, Алмаз Гафиатов. Трудности понимания. Рекламирует, зачем это? Казанский бренд одежды вывел в продажу футболки с оскорбительным содержанием. Может ли слово ударить по репутации, узнавал Рамин Шайдулин. Свернувшиеся молочные реки. Молоко собираю, пусть дают нам деньги. Фермеры Апастовского района остались без денег, а трейдеры ссылаются на банкротство молокозавода. Молочной теме разбиралась Альбина Минибаева. Самый лучший чемпионат завершился самым ярким финалом. За всю историю проведения мундиалей российский турнир, по многим показателям, стал топовым среди футбольных праздников. Президент FIFA уже назвал его лучшим в истории. Неудивительно, что на финальный матч приехали главы целого ряда государств. Это президенты Франции, Хорватии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. На московский стадион болеть отправился Рустам Миниханов, а Калинка Аиды Гарифулиной под ритмой Рональдинию затмила выступление тройки хедлайнеров. Красивую группу под занавес чемпионата увидел и Алмаз Гафиятов. Вот так эмоционально сопровождается каждый опасный момент и гол финального матча. Фан-зона в Казани разделилась на два лагеря. Те, кто болеет за Францию и те, кто изначально поддерживал Хорвату. И так на протяжении всего месяца, неважно откуда ты приехал, болели всегда страстно и громко. Только фан-зона, только Казань, только Россия. Другие игры можно смотреть дома на диване, но когда это в твоей стране проходит, надо проникаться в атмосферу этой всей футбольной. Финальная игра заставила понервничать всех глав государств на трибунах. Франция открыла счет в матче благодаря автоголу Манжукича. Но затем хорваты в привычной им манере усилиями перешечи сравнивают счет. Дальше многое пошло под диктовку французов. Итог 4-2 в пользу Франции. Через 20 лет кубок вновь возвращается к французам. Самое интересное то, что если мне 50 лет назад сказали, что я такое буду переживать, я бы никогда не поверила. Вот это по сравнению с тем, что было, это фантастика. Хорваты капитан Лука Модрич признаны лучшим игроком турнира. Марио Манжукич, отважно забивавший голы, и вратарь Субашич. А президент этой страны не пропустила ни одного матча, прилетая на игры и сидя на одной трибуне с болельщиками. Один и не хорватый, болельщик. Спасибо, Рады, за цепечный прием. Финальный матч и вовсе стал неким логическим завершением всего чемпионата. По результативности он стал рекордным. Если до этого в решающих поединках мировых стартов забивали максимум 1-2 гола, то сейчас болельщики увидели настоящую россыпь красивых комбинаций. Казанскому зрителю повезло еще больше. Самые яркие матчи, самые колоритные болельщики, самые обидные поражения. В нашем городе уже вы увидели все лучшее, что может быть в футболе. Во-первых, матч открытия Франция-Австралия. Очень хорошая игра была. Мы опять входим в историю первым видеопросмотром на чемпионатах мира, первым пенальти, который назначен с помощью ВАР. Вот вошли уже в историю. Ну и другие матчи. Польша-Колумбия. Великолепный матч победы комбийцев 3-0. Чемпионат мира перевернул отношения к России. Весь мир увидел открытость, дружелюбность, толерантность. Чемпионат завершен, но эхо российского мундиали еще долго будет звучать в сердцах футболистов, организаторов и самих жителей России. Помимо стадиона Казань-Арена, центром притяжения всех болельщиков была фан-зона возле центра семьи Казан. Именно сюда приходили десятки тысяч болельщиков и стали свидетелями вылета таких сборных, как Аргентина, Англия, Германия и других футбольных держав. Через несколько дней эти конструкции уберут, и город будет жить обычным ритмом. Ну а у всех в сердцах, конечно же, этот мундиаль запомнится, и это место будет в первую очередь ассоциироваться с российским мундиалем. Это событие перевернуло взгляд на многое, в том числе изменило соотношение к самому футболу, к нашей сборной. А главное, что мы теперь снова претендуем на звание футбольной державы. Алмаз Гафиатов, Игорь Романов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Чемпионы мира останутся в Казани, по крайней мере, в виде граффити. Мэр Парижа, тренер сборной, эфелевая башня и петух. В Казани появился новый рисунок. Он украсил один из домов на улице Баумана. Напомним, что во время чемпионата в Казани уже появились изображения футбольных звезд. Модрича, Месси, Рональда и Неймара. В столице уже даже появилась своя примета. Команда, чей лидер был изображен на столичных фасадах, вылетала из мундиаля. Однако это не оправдалось в случае с Хорватией и Францией. Чемпионов мира рисует художник Дмитрий Кудинов, и он уже практически закончил работу. 300 тысяч гостей посетили Казань за время чемпионата мира по футболу. Две трети – это иностранцы. Итоги мундиаля подвели сегодня в столичные мэрии. То, что гости из-за рубежа увидели объективную картину нашей страны и поразились в красоте наших городов и радушию жителей, назвали главным эффектом чемпионата. Поразительные казанские рекорды и наследие мирового первенства изучила Елена Веселова. Болельщики Колумбии в Казани поставили сразу два рекорда. Они стали самой многочисленной делегацией. Их приехало 11 тысяч человек. И жили они дольше всех больше недели. Массовый след в мундиальной Казани оставили также австралийцы, бразильцы, иранцы, испанцы. Средняя посещаемость в Казань арены, где прошли 6 матчей, получилась аншлаговой – 42 тысячи человек. Отзывы, которые выходят в разных СМИ, не всегда они бывают объективными. Наверное, это самый большой эффект, то, что болельщики, которые посетили Казань, Россию, увидели совсем другую страну, совсем другой город, совсем других жителей, гостеприимство, радушие и были очень этим поражены. В парк фанатов ежедневно приходили более 30 тысяч зрителей. Как подсчитали, они выпили 100 тысяч литров пива и съели 80 тонн еды. Всего за время чемпионата Казань посетили более 300 тысяч туристов из 36 стран. Они потратили в республике 11 миллиардов рублей. Самыми щедрыми оказались австралийцы. Их средний чек – 5 тысяч. Средний чек складывается из проживания, питания, транспорта, экскурсий, сувениров. В среднем он порядка 35-37 тысяч рублей. Наследство чемпионата оставил Казани три сотни новых автобусов и десятки трамваев и троллейбусов. Напоминать о Мундиале будут около сотни обновленных улиц, в том числе преображенные бульвары от Чистопольской до центра семьи Казани. Это не показуха. И, как считают отдельные люди, очень непростая работа над репутацией города, которая требует огромного комплекса усилий и которая очень важна для развития города. В итоге наши усилия получили высокую оценку руководства FIFA и средств массовой информации. И, что особенно приятно, многотысячная армия болельщиков. Еще одно нематериальное, но, как отзываются, не менее ценное наследие чемпионата – это опыт в проведении крупных мировых мероприятий. Примеры этого сервиса и радушия с успехом должны послужить в будущем. Так, в 2036-м Казань может претендовать уже на Олимпиаду. По крайней мере, в этом уверен президент Олимпийского комитета России. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Это были потрясающие игры. Сегодня Дональд Трамп лично поздравил Владимира Путина с отлично проведенным чемпионатом мира по футболу. Президент США высоко оценил уровень организации проведения чемпионата мира по футболу в России. «Господин президент, прежде всего я хотел бы поздравить вас с превосходным проведением чемпионата мира, одного из лучших в истории, как это все отмечают», – сказал Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки. О том, что Казань готова принять Олимпиаду, сегодня в городском пресс-центре Мундиале говорил и Владимир Леонов. По словам министра спорта, в Казани уже сейчас есть все ресурсы для проведения Олимпийских игр. Подводя же итоги чемпионата мира по футболу, Владимир Леонов отметил, что столица республики навсегда войдет в футбольную историю. Именно на Казань-арене впервые за все время чемпионатов мира использовали систему видеоповторов ВАР, а казанские граффити, посвященные звездным футболистам, стали трендом для всей страны. Россия справилась с проведением чемпионата мира по футболу, выдвинув его на совершенно иной организационный уровень. И, в частности, президент FIFA, который не раз был в Казани, Джани Инфантино, подводя итоги чемпионата мира, сказал, что это был лучший чемпионат мира в истории проведения данных турниров в мире. Без этих ребят чемпионат мира в России не был бы лучшим в истории. 210 тысяч рабочих часов. Именно столько отработали волонтеры в период Мундиале. За работу их уже поблагодарили Владимир Путин и президент FIFA Джани Инфантино. А накануне 100 лучших татарстанских добровольцев отметили специальными благодарностями от президента республики. Ленар Геннатолин встретился с теми, кто весь этот год месяц провел на ногах, чтобы фанаты не остались без помощи. Ольга Спиридонова в волонтерском движении уже 7 лет, но таких чемпионатов, признается, за ее плечами еще не было. Тысячи гостей ей всем нужно помочь и подсказать. А этот Мундиаль подарил ей возможность познакомиться с людьми из самых разных городов мира. Европейцы очень культурные и чистоплотные люди. Если у них даже улетит какая-то салфетка или что-то, они тут же бегут, ее подбирают и глазами ищут эти вот мусорки. А для Нины Скугоревской такие чемпионаты не в новинку. Работала на Всероссийской студенческой весне универсиаде. С иностранцами работать очень легко, всегда нравится новый опыт, языковые навыки. И мы практикуем, и волонтеры наши практикуют. Всегда очень интересно, прекрасно, весело. Сто лучших добровольцев Татарстана теперь отмечены благодарностями от президента республики. Вы, кто вам вот создавали это настроение, ровно вы те люди, которые сделали вот это ощущение гостеприимной Казани. Спасибо вам огромное за это. Две тысячи человек в Татарстане стали добровольными помощниками на этих играх. Самому младшему из них на днях исполнилось 18 лет, а самому опытному 79. Но несмотря на такую разницу, с поставленной задачей все справились на отлично и уже готовы к достижению новых вершин. Именно благодаря этим ребятам на протяжении всего чемпионата мира иностранцы, которые приезжали в Казань, чувствовали себя как дома. Они с гордостью себя называют волонтер. И когда я задаю им вопрос, кто волонтер, они хором отвечают... Я волонтер! Шикарно. Ленар Генатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В то время как чемпионат мира стал торжеством терпимости и толерантности друг к другу, в мире молодежной моды произошло нечто, что вполне может бросить на это тень. Казанские производители одежды выставили в продажу футболки с надписями «Марджа». Слово считается оскорблением для русской женщины, хотя филологи полагают, что изначально оно не несло негативного оттенка. Как такой эксперимент восприняли казанцы? Рамиль Шайдулин. Так на свет появляются принты на футболках. Имена, прозвища, забавные фразы. Часто клиент сам решает, что писать. Но в рекламных агентствах вправе отказать, если надпись неэтична. Все, что касается, во-первых, матерных слов, плохих слов, и дискриминации мужской или женской, и все, что вредит организму, человеку, в принципе, мы вообще не печатаемся и не беремся никогда делать, несмотря на то, что за это платят. В соцсети взрывают недавнее предложение казанского бренда одежды. Они представили футболки с надписями «Моржа» и «Моржа Тюгер». Слова в обиходе, означающие женщин русской и татарской национальностей, поместили под разными флагами и представили покупателю право выбора, к кому он себя относит. Наши предки услышали, что сейчас встречается среди имен слова «Мария». И, исходя из этого, они стали называть русских женщин «Моржами». Но в последнее время слово «Моржа», оно означает как бы унизительное выражение. Я считаю, что это обидно. Меня муж татарин, и я бы не позволила кому-то из родственников меня так называть. Ну, это как украинцы, если хохол, хохол, не хохол. Может так? Тогда, наверное, да, это не очень хорошо. По опыту казанских агентств надписи «На грани» продают одежду лучше. Это броско, дерзко, но иногда может переступить рамки приличия. И вот здесь главное понять, когда стоит выпускать одежду в тираж, а когда лучше не гнаться за наживой. Маркетологи объясняют, что любое слово нужно сверять с законом о рекламе. И он запрещает какую-либо дискриминацию. Не спроста. Мировой опыт показывает, что из-за одного слова можно надолго подпортить репутацию. Да, это продается. Да, мы любим эпатажную рекламу. Все любят эпатаж. Но давайте не забывать, что мы с вами живем в обществе. Человек – существо социальное. И давайте не будем забывать об этике и морали. Хотелось ли хайпа или просто ради шутки? В магазине не объясняют причин, по которым такие слова появились на одежде. Но купить их в сети уже нельзя. Вся скандальные футболки авторы сняли с продажи. Рамиль Шайдулин, Амерзалюшев, ТНВ, Казань. Молочная долговая яма образовалась в Апастовском районе. Владельцы личных пособных хозяйств деревни Сотломышево не могут получить деньги от молочного трейдера. По версии сельчан, в общей сложности предприниматель им задолжал полмиллиона рублей. Деньги не выплачиваются больше года. Жители села откровенно в отчаянии. Молоко сдавали пенсионеры. Почему скисли отношения между трейдером и сельчанами? Альбина Минебаева с подробностями. Пять часов встаю, коров даю. Все, хозяйства я делаю много. В своем единственном доходе Валентина Сабирова целый год не может досчитаться 120 тысяч рублей. Такую крупную сумму, по словам пенсионерки, ей задолжал молочный трейдер. Десять лет работали вместе. Но с мая их молочные пути разошлись. Месяц не платила, потом два, три, на четыре месяца уже. 504 тысяч, 784 рубля. Это общая сумма, да? Составляет на 8 человек. Май 2017-го. Это последние ведомости, когда жители получили свои деньги. Теперь все считают убытки записи только на бумагах. Больше 30 тысяч литров молока сейчас повесло в воздухе. Если посчитать, то жители деревни буквально подарили 6 тысяч вот таких вот 5-литровых ведер с молоком. И когда они получат свои деньги, неизвестно. Если я нам молоко собираю, пусть дают нам деньги. Нам тоже денег надо. С трейдером Аминой Камалиевой в селе работали с 2008 года. Никаких договоров отдавали молоко. Под честное слово. После инцидента глава сельского поселения обратилась в полицию и в прокуратуру. Отказ мы вынесли, потому что там уголовное дело не тут. Она ведь не отказывается. СМС, здравствуйте. Амина? Да. Первая же квартира Камалиева? Нет. Возможно, трейдер и согласно платить, только сначала отказалась признавать даже свое имя и фамилию. Позже все же решилась прокомментировать ситуацию. По версии предпринимателя, жителям села Сотломышево она должна не больше 160 тысяч рублей. Долг пересчитала согласно жирности молока. 32-350 тысяч. По какой жирности? Это 2-2. Почему бы 2-2? На молочный завод по такой сдала. Сейчас Амина Камалиева ссылается на банкротство молокозавода Ваймин. Комбинат начал процесс ликвидации в 2013. Утверждать, что ей не выплатили примерно 400 тысяч рублей. Но почему проблемы с фермерами возникли лишь в 2017? У трейдера один ответ. Прокуратура Апастовского района свою проверку не смогла провести между трейдером и фермерами гражданско-правовые отношения. Совет от ведомства один – идти в суд. Прокуратура района заявителям дан ответ произвестительного характера о том, что согласно законодательству они имеют полное право самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением. Это уже дальнейшие действия фермеров, ведь для жителей села каждый молочный рубль – на вес золота. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Апастовский район. Это новости Татарстана и смотрите далее в выпуске. Будущие предприниматели со всего мира в Татарстане. Учиться никогда не поздно. И никогда не стыдно, совершенно верно. Да, и не стыдно. Чему они научатся в летнем кампусе президентской академии Лины Снатулина? Когда рыба плавает не в воде, а на ее поверхности. Я вижу рыбу мертвую. Много малька, крупной рыбы. В причинах массовой гибели рыбы на реке Зай разбирался Сергей Хайдаров. Чемпионами должны были стать мы, так ответил президент Татарстана на вопрос, за кого он болел на мировом чемпионате. Сегодня Рустам Миниханов принял участие в открытии летнего кампуса президентской академии. Это больше 200 талантливых молодых людей из 35 стран, которые пройдут в Татарстане образовательную программу. Чему они научатся и откуда о кампусе узнали по всему миру? Лина Зинатулина. Какие топ-5 специальностей будут востребованы в России в ближайшее время? На кого пойти учиться можно? Они хотят и готовы учиться. В летнем кампусе, который открывается в Татарстане уже в седьмой раз, больше 200 участников из Европы и Азии, Америки и Африки. Тема предпринимательства в сфере культуры и развлечений. Сегодня участники смогли побеседовать об этом с ректором президентской академии, президентом Татарстана и другими спикерами. Самые востребованные те специальности, которых нет. Поступая в ВУЗ, невозможно предугадать, какая профессия будет самой популярной к твоему выпуску. К примеру, разработчик искусственного интеллекта. Не так давно об этом и не слышали. Как же применить свои таланты правильно, как раз учат в летнем кампусе, где половина участников из Татарстана и России. Я благодарен вам, что вы меня пригласили сюда. Я смог проехать на автомобиле беспилотном, настоящий автомобиль, Яндекс, российские разработки. Это говорит о том, что наша молодежь, она такая же талантливая, как и везде. В программе кампуса встречи с экспертами, учеными и бизнесменами со всего мира. Например, представители Дисней, Мастеркард и Союзмультфильм. Какие перспективы у сферы развлечений в странах третьего мира, спрашивает Никлас Байдер-Вайден из Германии. Приехать сюда ему посоветовал вашингтонский профессор, с которым тот познакомился и вовсе в Токио. Мир становится все теснее благодаря цифровизации, поэтому очень полезно узнавать чужую культуру. К тому же мне очень интересно предпринимательство, создание чего-то нового. Мы все ходим в театры, в кино, мы все развлекаемся, парк, вискверы. Всегда это касается как-то нас. И да, было бы интересно, как можно улучшить город, как можно его развивать. Соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Рангхиггс. У Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы уже 17 филиалов. В Казани пока нет. Меня немножко пугает появление филиала, потому что, я говорил, у нас здесь нет филиала, поэтому у нас здесь прекрасные кампусы. Но я надеюсь, что наличие филиала есть. Но филиал закрыть проще, чем кампусы. Но надеюсь, что мы его все-таки разобьем. У нас и филиал будет работать. В Инополисе лишь старт, а само обучение в ближайшие 10 дней пройдет в горнолыжном комплексе Свияго. Это большая программа не только образовательная, но и развлекательная. Экскурсии и показания Татарстану, которые начнутся уже сегодня с обзора Инополиса. Лина Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Инополис. Рустам Мениханов в выходные побывала в Российском федеральном ядерном центре в Снежинске. Он посетил аварийно-технический центр и музей ядерного оружия. После прошло совещание, где обсудили вопросы сотрудничества предприятий Татарстана и ядерного центра. По словам Рустама Мениханова, много интересных направлений для взаимодействия лежит в области информационных технологий и применения оптоволоконных лазеров. Другим темам. Река Зай вновь полна мертвой рыбы. Такое сообщение появилось в соцсетях. Год назад мы уже рассказывали о массовой гибели рыбы на этом водоеме. И вот история повторилась. Наша съемочная группа выехала на место. Пахнет уже. Уже, да, пахнет? Да, рыба. Чтобы увидеть рыбу в реке Зай, не обязательно ее ловить. Она плавает прямо на поверхности. Первыми тревогу забили рыбаки. Вот вам, ребята. В самом деле вижу рыбу мертвую. Много малька, крупной рыбы. То есть в основном хищник, сорожка есть. Ну и мирная рыба. Ильфат Хасанов один из тех, кто в этот день вместо удочки взял в руки телефон и начал снимать неприглядную картину. Затем кадры разлетелись по интернету. Специалисты экологической службы выехали на место происшествия. Мы только видим то, что плывет сверху. А рыба же она еще тонет. И на дне очень много рыбы. Ущерб в любом случае причинен огромный. Огромный ущерб, а точнее 160 тонн рыбы, понес заинский рыбхоз в августе прошлого года. Тогда причиной гибели рыбы экологи назвали высокую температуру воды и низкий уровень кислорода. Что стало причиной мора на этот раз, пока неизвестно. Специалисты отобрали пробы для анализа, а ветеринары исследуют саму рыбу. После чего станет известно, приложили ли к гибели руки браконьеры или в воде есть посторонние химические вещества. Сергей Хайдаров, Светлана Звонарева, Александр Комаров, Марсель Джураев. ТНВ Нижнекамский район. Дачники Челнов плачут от хомяков. Садоводы жалуются, грызуны ведут себя агрессивно и покушаются на урожай. Так ли страшен хомяк, как его рисуют? Мнение специалистов и садоводов выслушала Светлана Звонарева. Это видео прислали в редакцию новостей дачники садового общества Черемушки. Грызуны уже стали ежегодными непрошенными гостями на их участках, поэтому владельцы начали делать для них приманки. По словам специалистов, садоводы поступают правильно. Хомяки могут быть переносчиками столбняка и бешенства, а от экскрементов можно заразиться геморрагической лихорадкой. Они опасны не только тем, что уничтожают урожай, но могут быть действительно переносчиками некоторых заболеваний. Поэтому, конечно, с ними нужно бороться. Это в основном различные приманки ядовитые. Отучить, изгнать из территории очень тяжело, потому что они живут в норах, в норах, к норе сильно привязаны. В садовом обществе Чулпан уже есть пострадавшие. Хомяки начали налегать на урожай. Одному из дачников удалось поймать с помощью капкана сразу семь грызунов. Садоводы активно используют и другие методы борьбы с ними. Ветро там это, вот они дали отраву, вот там вот крысы еще, вот они туда прямо воду пить, наверное, хотят, вот они туда упали. Вот такие большие они, этот хвостик короткий, и самые какие-то, ну, красивые. Осенью вот тут это, как его, стекло грезли, да. А вот одну из дачниц так умилила красота животного, что навредить ему у нее не поднялась рука. Правда, вскоре женщина пожалела об этом, едва не потеряв урожай. Ржеватые, глаза такие красивые, голубые. Я лично видела, мне даже понравилось. Они вот все стригут, все, вот стригут полностью. Жалуются садоводы и на агрессию грызунов. Хомяки сами по себе безобидные животные, но когда появляются детеныши, они могут кусаться. И если такое произошло, специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку. Светлана Звонарева, Гузель Габдулин, Алинар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Четыре дня, 130 артистов и 300 задействованных в подготовке человек. В Елабуге завершился первый музыкальный фестиваль Бориса Березовского, летние вечера. Он прошел в формате опен-эйр. За время фестиваля площадку на берегу Камы посетили более 10 тысяч зрителей. Среди них не только жители Елабуги, но и Челнов, Нижнекамска, Менделеевска и Казани. Здесь выступили всемирно известные звезды классической музыки. Все номера прошли в сопровождении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра. Организаторы планируют сделать летние вечера ежегодными. Организаторы, руководство города совсем не ожидали. Правда, что такое огромное количество людей будет приходить на наши вечерние концерты. И мы увидели Елабужан с другой стороны. Такой была картина дня. Впереди еще прогноз погоды. А мы с вами увидимся в 21.30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузлер. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля японский датсун-ондо всего за 359 тысяч рублей. Четыре пятерки, три семерки. Уважаемые абитуриенты. Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Юбилейная арифметика от страховой компании Чулпан. Все лето поле страхования выезжающих за границу доступнее на 10%. Страховая компания Чулпан. Рядом в трудную минуту. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Ниссан на Чуйково. Там Ниссан Альмера от 545 тысяч рублей. Звони четыре пятерки, три единицы. Мама! Милая, не надо. Мама! Терпи еще немного. Ма! Аккупунктурные браслеты Тревел Дрим от укачивания. Покупайте в аптеке. А меня больше не укачивают! Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили Лада с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто. Минская 1. Телефон 512-1212. Казанская государственная академия ветеринарной медицины проводит набор абитуриента по специальностям ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния, бюджетные места. Заведи Ладу летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и Икс Рей. Забирай у нас скорей! Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр Парус. Подробности 5 541 541. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в Республике повысится, но ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Республики возможен будет дождь. Температура воздуха составит плюс 27 градусов. На северо-востоке пройдут дожди. Там будет плюс 29 градусов. На севере Республики ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 29 градусов. На северо-западе республики тоже плюс 29, местами дожди. На юго-западе Татарстана переменная облачность, дождь до плюс 29. В центре республики возможен будет дождь, там температура воздуха составит плюс 28 градусов. В последующие сутки в республике немного похолодает и по-прежнему ожидаются осадки. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника доктор Осна Ямашева-11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани ожидается переменная облачность, возможен будет дождь. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова